Были ли в вашей жизни негативный опыт, свои ошибки, если да, когда и как вы бы рассказали или не рассказали бы это своим детям и почему? Я думаю, конечно, у меня в жизни было много ошибок. Есть такая версия, что и сама жизнь у человека – это ошибка, часто затянувшаяся. Но я действовал очень рационально, и когда я сейчас смотрю на себя в молодости и в детстве, я вижу маленького отважного мальчика, потом подростка, потом юношу, потом молодого человека, который сражается с реальностью не на жизнь, а на смерть. И все время одерживает победы. И сам этого не понимая, потому что, конечно, первая половина жизни, а то была жизнь такой минор, неудачник, я корил себя за всякого рода неудачи и даже в удачах находил какие-то элементы несовершенства. Но я вижу, что я сделал все правильно. И какие-то мои ошибки, их было, конечно, очень много. Они были вызваны внешними обстоятельствами, которые были просто сильнее меня. Нет, человек маленькое, существо слабое. То, что было мне посильно, я сделал, в том числе отказываясь себе во многом. Живя не для настоящего, а для будущего. Иногда это было очень страшно. Относительно детей мне бы, конечно, хотелось успеть написать для них книгу о своем детстве. К сожалению, наверное, мне мало будет возможности общаться с ними, когда они станут взрослыми. Если это вообще будет возможно. Я буду уже глубоким стариком в лучшем случае. А они будут молодыми людьми, которыми не очень интересно общаться со старым человеком. Которого они, надеюсь, все-таки будут любить и уважать. Но я могу оставить им частичку себя. И они смогут, если это удастся, побыть в моем детстве. Найти что-то очень похожее в своей душе. А что-то, наоборот, другое. В случае это их обогатит, и я буду всегда с ними. Мне хочется быть с ними всегда. Как всегда, со мной находится мой отец. Который мне всю жизнь помогал. Уже после своей смерти. И помогает сейчас. Субтитры создавал DimaTorzok